И вот еще одно олицетворение того ужаса, который русский мир несет на украинскую землю. Год без воды и под ежедневными обстрелами. После подрыва Каховской ГЭС в Красногригорьевской общине Никопольского района питьевая вода полностью исчезла. Местным жителям, естественно, очень тяжело жить в таких условиях, не говоря уже про постоянные вражеские обстрелы и бомбежки. Детали смотрите прямо сейчас в сюжете журналистки ТСН Анастасии Неверной. За год после подрыва Каховской ГЭС море здесь превратилось в лес. Ивы выросли до 5 метров в высоту, полностью отобрав доступ к воде. Озерца воды между деревьями – это все, что осталось от Каховского водохранилища. Год назад оно ушло прочь и весь юг, а с ним и Никопольский район Днепропетровщины остались без питьевой воды. Из-за отсутствия полива и аномальной жары массово засохли фрукты и овощи, которые чуть ли не по всей Украине раньше везли на продажу из Никополя. Клубника пропала, ежевика пропала, все пропало. Нет ничего. Теперь уже ничего здесь нет и ничего не завязывается. Обычно до конца ноября были зеленые и еще были помидоры. Жители села ожидали новый магистральный водопровод, который за государственный счет строители тянули из Запорожья до Покрова. Ну, как оказалось, бесполезно. К сожалению, в проект наша община не зашла. Не знаю, по каким неизвестным мне причинам, но попали туда только крупные города – Марганец, Никополь и город Покров. Тем временем враг чуть ли не каждый день целится по старым трубам, чтобы вдребезги разгромить их. Громада под постоянным огнем артиллерии и дронов. На ремонтные бригады оккупанты вообще устраивают охоту, говорят местные коммунальщики. Практически каждый час у нас угроза артобстрелов, угроза атаки дронов камикадзе. Если вражеская армия видит проведение некоторых работ, которые проводятся на территории населенных пунктов в зоне видимости, практически всегда они, эти люди, подвергаются опасности. Более года жители прожили без воды и под ежедневными обстрелами. И только недавно питьевая вода с кранов таки побежала. Какой ценой это удалось сделать, смотрите в следующих выпусках. Продолжение следует...